В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Четвертая смерть от COVID-19. Как развивается ситуация с коронавирусом в Сарове? В нашем городе будет организовано представительство фонда капитального ремонта Нижегородской области. Саров посетили потомки писателя Максима Горького. Далее расскажем обо всем подробно. В России общее число выздоровевших от коронавируса достигло 588 тысяч человек. За последние сутки обнаружено 5811 новых случаев заражения. Всего выявлено чуть более 800 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 046 летальных исходов. Смертность от коронавируса в России составила 1,62%. Это один из самых низких показателей в мире. 24 июля в Дивееве по предписанию Роспотребнадзора по Нижегородской области сняли карантин. Но дни памяти преподобного Серафима Саровского 31 июля и 1 августа пройдут в ограниченном формате. Из-за действующего на территории региона режима повышенной готовности массовых мероприятий во время торжества не будет. Для паломников ввели ограничения. В селе будет действовать выездной контроль. Всем приезжающим нужно будет при себе иметь справку об отсутствии коронавируса. И подтвержденную бронь в гостинице, если человек будет находиться в Дивееве более суток. Палаточный городок разбивать не будут. Между тем в Нижегородской области выявлено еще 194 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зарегистрировано 22 623 человека с диагнозом COVID-19. Более 17 тысяч нижегородцев справились с болезнью и выздоровели. В Сарове зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Всего с начала пандемии в нашем городе от COVID-19 умерли четверо саровчан. Зарегистрировано 873 случая заражения. Вылечились 547 человек. 39 саровчан госпитализированы в инфекционное отделение клинической больницы номер 50. Двое из них в тяжелом состоянии. 7 человек находятся в Приволжском окружном медицинском центре. Двое в тяжелом состоянии. На карантине под наблюдением медиков остаются 228 человек. На коронавирус протестировали 336 саровчан. Госдума одобрила во втором чтении закон, запрещающий курить электронные курительные системы в общественных местах. Вейпы и кальяны теперь будут приравнены к табачным изделиям. На них будут распространяться те же ограничения, что и на курение, продажу и рекламу сигарет. Законодательно будет прописан и запрет на курение в коммунальных квартирах. За нарушение придется заплатить 1000 рублей. В официальных группах канала 16 в социальных сетях мы спросили у горожан, поддерживают ли они запрет курения кальянов в кафе, барах и ресторанах. Более 70% участников опроса поддержали такой запрет. 15% респондентов эта тема неинтересна. Считают чрезмерными такие ограничения 13% саровчан. В Сарове появится представительство фонда капитального ремонта Нижегородской области. На сотрудников будет возложена обязанность следить за качеством выполненных работ. Заниматься распределением средств и определять, какие дома нуждаются в ремонте, они не будут. Подробности в следующем репортаже. В январе 2020 года в Сарове появился специалист регионального оператора, который контролирует сроки и качество по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Раньше этим занимались сторонние организации, которые определялись аукционом. Информацию, которую они нам передавали по ходу выполнения работ, была зачастую некорректной. Хотя они несли официально ответственность за выполнение работы. Приняли решение, что с 1 числа 2020 года фонд принимает на работу квалифицированных сотрудников. Они все должны быть с высшим строительным образованием. Они все должны быть со стажем в строительстве, либо в ЖКХ. Они все должны пройти обучение, которое мы провели. Они все должны находиться в СРО и в настрое Российской Федерации. Дома, виды необходимых работ и объем средств в каждом случае определяет администрация города. Всех претендентов по программе распределяют до 2043 года. В зависимости от износа зданий и коммуникаций. Приоритетность проставляет непосредственно администрация города Сарова. И на основании данных программ фонд капитального ремонта уже начинает действовать в порядке привлечения подрядных организаций и ремонта ваших адресов. Взносы саровчане отправляют исправно. Процент оплат, к примеру, выше, чем в Разомасе. 90 с лишним процентов ваши жители платят добросовестно. И, соответственно, если мы говорим, что 140 – это начислений, а 130 – это факт оплаты. И зачастую бывает такое, что люди потом просто оплачивают все долги. Мы, исходя из этих сумм, с вами видим, что оплата по городу Сарова достаточно неплохая. На данный момент строители завершили работы в 43 многоквартирных домах на 226 миллионов рублей. Всего в 2020 году на капитальный ремонт планируют потратить 310 миллионов. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. На средства, полученные от государства, малообеспеченная семья сможет собрать ребенка в школу, а начинающий предприниматель – арендовать помещение или оборудование. Минтруд подготовил изменения в госпрограмму о социальной поддержке населения, благодаря которым возможности соцконтракта будут расширены. Напомним, в 2019 году в России было заключено более 893 тысяч социальных контрактов. По статистике, большая их часть приходится на семьи с детьми до 16 лет. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 августа в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Перерасчет выплат пройдет автоматически. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Однако претендовать на изменение размеров выплат смогут только те граждане, чьи работодатели в 2019 году выплачивали за них пенсионные и страховые взносы. По данным Росстата, индексация пенсий для работающих пенсионеров затронет почти 10 миллионов человек. Стала известна судьба третьей смены в лагере «Березка». Как рассказали в детском оздоровительном центре, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации от нее решили отказаться. Напомним, в «Березке» до последнего рассматривали возможность провести полноценную третью смену с 1 по 14 августа. Власти надеялись, что к этому времени ситуация с заболеваемостью COVID-19 станет более благоприятной. Горожан, которые уже успели приобрести для своих детей путевки, просят обращаться в офис «Березки» по адресу улицы Московская, дом 29. Там можно будет написать заявление о возврате денег. Более подробную информацию можно получить по телефону 9-92-10. С 1 августа Россия возобновит международные перелеты. С таким заявлением выставил премьер Михаил Мишустин. По его словам, рейсы будут принимать аэропорты Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. При составлении списка стран, с которыми возобновят сообщения, власти будут руководствоваться эпидемиологической ситуацией, показателями заболеваемости и принципом взаимности. В Нижнем Новгороде открылась выставка работ потомков Максима Горького. На ее открытие из Москвы приехали внуки писателя Максима и Екатерина Пешковы. В рамках своего визита они посетили Исаров. Потомки Максима Горького отметили, как отличается отношение к творчеству их предков в Москве и в Нижегородской области. Конечно, земля и земля. Нам надо больше внимания, нам надо больше любви и искреннего отношения к Горькому. Потомки Максима Горького посетили знаковые места нашего города и возложили цветы к памятнику своего знаменитого предка. Окраска этого гриба серая или оливковая, с красно-бурыми зонами. Если на поверхность надавить, то она покроется пятнами темно-синего цвета. Это отличительные признаки боровика розово-пурпурного – гриба, который облюбовал городские газоны Сарова. Несмотря на безобидное название – гриб ядовитый. Впервые Елена Зуймач заметила эти грибы в Сарове прошлым летом и сразу забила тревогу. В городе растут ядовитые грибы. В народе их называют сатанинскими. В МЧС ей тогда посоветовали собрать их и выбросить в мусорный контейнер. В этом году боровики пурпурно-розовые вновь появились на газонах. Их легко спутать со съедобными, они очень похожи на белые. И в этом их главная опасность. В семействе боровиков есть и несъедобные виды. Он очень похож на съедобный по форме, но цвет у него, то есть такая шляпка, как у белого, ножка. Даже некоторые белые грибы с таким оттенком встречаются. Но здесь оттенок очень сильный, желтоватый, коричневатый, шляпка, ножка с красной такой каймой и утолщение, самый главный фактор. Тут утолщение на конце ножки, то есть снизу. И очень неприятный запах. Это один из представителей ядовитых боровиков. И с ним надо быть очень осторожным, так как в нем содержатся опасные соединения. Конечно, не в таком количестве, как в мухоморе или поганке, но в достаточном, чтобы нанести вред здоровью человека. Прочитав про свойства этого гриба в интернете, Елена позвонила в Центр гигиены и эпидемиологии, чтобы сотрудники предприняли какие-то меры. Но специалиста, который бы смог определить, что эти грибы ядовитые, в штате организации нет. Они сказали, что три основных правила. Ни в коем случае не собирать в черте города и на промообъектах ни грибов, ни ягод, ничего. Это первое. В лесу собирать только то, в чем вы уверены на 100%, что вы знаете. И третье – это следите за детьми. Именно за детей и беспокоится Елена, так как грибы могут их привлечь своей яркой окраской. Да и то, что грибы растут прямо на газонах – тоже удивительный факт и может привлечь любопытных малышей. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Звери, цветы, герои художественных произведений и декоративные композиции. И все это из бумаги и клея. В художественной галерее продолжаются занятия с детьми в рамках программы «Творческая мастерская». За каждым будним днем сотрудники закрепили определенную тему. Четверг – это пиратский день. Ребята мастерили флибусьеров. За 40 минут Коля Филяев из подручных средств смастерил настоящего пирата. Придумал образ и характер персонажа. Нарисовал ему лицо, приклеил волосы и повесил серьгу на ухо. Мне понравилось участвовать в мастер-классе и делать пирата. Больше всего мне понравилось приклеивать волосы. Дома я обязательно буду делать таких пиратов и показывать родным и близким. Пираты на мастер-классе получились самые разные – веселые, грустные, хмурые и забавные. Для того, чтобы сделать аппликацию, ребятам потребовались текстильные нитки, картонная тарелка, ножницы и цветная бумага. Все наши мастерские построены именно на смешении каких-то материалов очень интересных. Иногда зрители приходят к нам, участники творческих мастерских, и удивляются, как вроде бы из простых материалов, из самых вот таких вот необычных, можно сделать очень красивую вещь. Каждый день с понедельника по пятницу в 12.00 юные островчане могут смастерить игрушки и декоративные композиции. За каждым днем закреплена определенная тема. В понедельник в мастерской будут делать ветроходы, во вторник – зверей из зоопарка. В среду ребята смастерят цветы из цветной бумаги, в четверг – пиратский день, а в пятницу дети будут делать говорящего крокодила. Творческая мастерская в художественной галерее будет работать до конца августа. Записаться на мастер-класс можно по телефону 702-87 и 664-09. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей САРУ-24. Своими руками они создают красоту, которой хочется любоваться. 24 июля в России отмечается День флориста. Представители этой творческой профессии обладают не только изысканным вкусом, но и знаниями в области создания цветочных композиций, составления букетов, декорирования помещений цветами и растениями. Цветы – всегда беспроигрышный вариант передать чувства и эмоции без слов. Универсальный подарок на любой случай. Работа флориста заключается в творчестве. В руках опытного специалиста каждая композиция становится произведением искусства. Стать флористом – это не так и сложно. Главное, чтобы было желание и хоть какой-то минимум вкуса и понимания сочетания цветовой гаммы и цветов. В профессии флориста нет места шаблонам и правилам. Каждый букет уникален. Специалист создает его, ориентируясь на пол, возраст и интересы получателя, пожелания заказчика. Правил точных нет. Есть только тенденция во флористике, тенденция в букетах, какой кто букет хочет. Кто-то хочет биг-букет. Вот сейчас стали очень часто люди заказывать большие букеты, огромные, чтобы прямо произвести такое впечатление. Либо из одних цветов, одних и тех же цветов монобукет. Либо из одного цвета цветов, либо из одного вида цветов. Последние несколько лет популярны букеты из пионов, ромашек, гортензии и гипсофилы. В оформлении чаще всего используется корейская пленка и шляпные коробки. Все универсально, все то, чем мы пользуемся, потому что рынок не стоит на месте. Та же упаковка, она не размыкает в воде, не портит, не красится. Коробочки все из плотного такого достаточно картона. Чтобы букет простоял как можно дольше, следует сразу после получения подрезать стебли и поставить в воду комнатной температуры. Цветы из больших композиций лучше разделить на несколько вас. Желательно не ставить, конечно же, на кухню, где мы готовим. Ну, если только вытяжка там. Ну, не рядом с плитой, это однозначно. И подальше от батарей. Ну, и не на прямых солнечных лучах. По словам флористов, при соблюдении этих простых правил букет простоит не меньше недели. Правильно подобрать и преподнести безупречную композицию помогут в творческой мастерской галереи цветов. Проспект Ленина, 22. Телефон 777-88. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин